В норме сердце адекватно реагирует на любые изменения условий внешней или внутренней среды благодаря механизму регуляции сердечной деятельности. При сердечно-сосудистых заболеваниях эта регуляция может нарушаться, что приводит к усилению тяжести течения заболевания и его осложнения. Одним из компонентов регуляции работы сердца является симпатоадреналовая система. Ключевое звено данной системы на клеточном уровне – взаимодействие физиологически активных веществ, катехоламинов, с адренорецепторами – белками наружной клеточной мембраны. Катехоламины выделяются из нервных окончаний нейронов симпатического отдела нервной системы и связываются с адренорецепторами, которые запускают специфические внутриклеточные реакции. Тип внутриклеточного ответа зависит от вида адренорецепторов и локализации их в организме. Непосредственно в сердце катехоламины взаимодействуют с бета-1-адренорецепторами, которые запускают внутриклеточные механизмы, приводящие к увеличению силы сокращения сердца, увеличению возбудимости и скорости проведения возбуждения. Частота и сила сокращения сердца увеличивается, а также возрастает артериальное давление. При сердечно-сосудистых заболеваниях возникает чрезмерное напряжение функции симпато-адреналовой системы. Физиологические эффекты данной стимуляции в условиях патологии начинают работать на усугубление течения заболевания. Увеличение частоты и силы сокращения сердечной мышцы повышает потребность миокарда в кислороде, усугубляя ишемию сердца. Усиление возбудимости и проводимости приводят к тахикардии и повышают риск аритмий. Происходит сужение артерий, нарушается кровоснабжение сердца, что грозит осложнениями вплоть до инфаркта миокарда. Лекарственный препарат Бипрол является селективным бета-1-адреноблокатором. Блокируя бета-1-адренорецепторы в сердечной ткани, он препятствует их к связыванию с катехоламинами. В результате интенсивность стимулируемых катехоламинами процессов снижается. Уменьшается частота и сила сердечных сокращений, снижается артериальное давление, уменьшается потребность миокарда в кислороде, что приводит к снижению риска аритмий и возникновения инфаркта миокарда. Таким образом, Бипрол комплексно воздействует на сердце, урежает пульс, уменьшает частоту приступов стенокардии и снижает риск возникновения инфаркта миокарда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова